Уважаемые коллеги, в рамках пяти институциональных реформ планируется создание целостной киноиндустрии с целью обеспечения конкурентоспособности отечественной киноотрасли. И сегодня у нас в гостях директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана, Актоте Ахмед Талаевна Раимкулова. Продюсер проекта «Казах Еле», заслуженный деятель Казахстана Арман Турсунбаевич Асенов, а также художественный руководитель Казахского академического музыкально-драматического театра имени Фон Ишпаева, профессор, народный артист Казахстана Талгадосумгалиулы Тименов. Дорога пожаловать, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас и позвольте первое слово предоставить вам Ахтоте Раимкулова. Пожалуйста. Продюсер проекта «Казахстан Республика» Продюсер проекта «Казахстан Раимкулова» 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 Тариха, жалпы заманауи тариха, Узбердің омрын, және, өмір баяндарына негізделген Шығармаларды шығару, және, Оны оларды кино жобалар ретінде Халқына сихаттау. Аталған жобая аясында Көркем суретті директі және анимациялық филимдер дайындауыда. Жылда Қазақстан Республикасының мәдене және спорт министерлігінің мемлекеттік тапсырыс пойынша шығарлатын кино жобалар аясында жалпы ұлттық сезімді тәрбейліу, ұлттық сезімді тәрбейліу және ұлтымыздағы бір тұтастықты тәрбейлейтін идеологиялық және тәрбейліп маңызы зор кино жобалар дайындауда. Соның ішінде өздеріңіз білесіздер, өндірістік атаулары бар, бейілғы жылғы мерекелерімізге арналған, ол өздеріңіз білетінде аталған 2015 жыл аясындағы үлкен мерекелеріміздің Қазақ халқының 550 жылдық мерейтойына арналған, ол ұттан соғысындағы 70 жылдық жеміске арналған және атазанымыз, атазанымыз конституцияға, конституцияның және Қазақстан халқы асамблеясының 20 жылдығына арналған жобалар, осы мәңгілік ел идеясын насихаттайтын бағдарламаның ішінде түсірілімдерін бүгінгі күнде асырлып жатыр. Ал енді осы Қазақ елі жобасының ішіндегі өндірісте түсіріліп жатқан және бүгінгі күнде аяқталуға жақындап қалған жобалар арқылы айтсақ, ол өндірістік атаулары бар Қазақ елі өн бөл 10 бөлімнен тұратын көркен филим. Сонымен қатар Қазақ қандығының 550 жылдығы атты 10 бөлімнен тұратын директі филимдер, және Қазақ елі атты толық метрлі анимациялық филимді атабөтуге болады. Енді мұна немлекеттік тапсырыс бойынша, мәденен және спот министерлігінің тапсырысы бойынша, 10 бөлімнен тұратын тарихи, драмалық көркен филим туралы өздеріміз көбі ұқып, өздеріміз на әлеметтің аса назарында болып тұрған өзіңіз білесіздер, өздеріңіз білесіздер. Бұл филим туралы Арман Асенов, осы филимнің продюсері айтып береді. Сонмен қатар менің айтайын дегенім, 10 бөлімнен тұратын, Қазақ хандығының 550 жылдығы атты 10 бөлімнен тұратын директі филимдер, бүгінгі күнде бүкіл түрімдері аяқталып, өндірістік монтаждау периоды болып жатыр. Бұл директі филимдерге еліміздің және шетелдің беткі ұстар ғалымдары, тарих ғалымдары, филология ғалымдары қатысып, ақындар режиссерлер, жазушылар осы директі филимдерге атсалысып, осы директі филимдерге қатысып. Сонмен қатар, мысалы, 15-ші жылдеде осы 10 филимдердің тұнғышы Дешт Кепчак Қыпия Жазбалар атты директі филим 15-ші жылдеде Астана қаласында тұсау кесері өтіп, Америка құрмаштаттарында үлкен бір жетістіктем мен көрсетілімі өтті осы жазғы тұрда. Сонмен қатар, айтайын дегенім, осы Сақ Кина Студиясы Қазақ елі атты толық метрлі анимациялық филимді бүгінгі күні бір сағаттық толық метрлі анимациялық филимді түсірілімден, оның жалпы көркемдік шешімі, кейпкерлердің келбеті, жүріс тұрстары, осы анимациялық сюжет бойынша қимылдары үшді әдісіндегі монтаждау уақыты, музыкалық партитурасы осы күнде жасалып аяқталу мерзіміндеттір. Жоспар бойынша оныншы желтоқсанда бұл анимациялық филим бітемеде бойлаймыз, және қарашада біздің Қазақстан телеарнасында өзінің премьерасын тұсау кесерін көрсетеді деп жоспарлау отырмыз. Сонымен қатар, бір қатар шетелдерде осы анимациялық филимді көрсетеміз бедеген бүгінгі күнде жоспарланы бұтыр. Бұл Адықтыу ған Chill ын қазаңudoық в disgчик, үштер де оқ. үштерде үштерде үш丈 қортқа үштердға, может, үштерде үштердердедейб cueлдерден22 онлайн бұл үштерде үштерährtтvere de и киноиндустрии, которая называется у нас «Менглик Ель». Я хотела бы сказать о том, что в рамках этой программы снимается многосерийный историко-драматический сериал, киносериал, который называется «Казах Еля». И сегодня, я думаю, что сейчас продолжат о нём, о сегодняшней ситуации этого фильма, о ситуации, в которой сейчас процесс съёмок расскажет продюсер Арман Асенов. Мне хотелось бы сказать несколько слов о документальных фильмах. В рамках этой программы «Казах Андахна Бешзилю Жилдух» называется, 10 документальных фильмов, которые охватывают исторические периоды развития нашей государственности, истории, история создания наших артефактов, которые имеют отношение к истории Казахстана сегодняшнего дня. В проекте в этом участвуют значимые учёные, историки, писатели, доктора филологических наук. И я, например, могу сказать, что 15 июня прошла премьера первого фильма, который называется «Дэшт Кипчак. Тайные знаки». Прошла в Астане премьера этого фильма с большим успехом. И уже премьерные показы были произведены в Соединённых Штатах Америки, в нескольких городах и прошли с большим успехом, вызвали большой интерес. На сегодняшний день съёмочный период этих документальных фильмов закончен. И сейчас период монтажа. Я думаю, что в скором времени мы сможем увидеть уже, сейчас проходят переговоры о том, чтобы эти фильмы были показаны по нашим телеканалам и за рубежом. Также хотелось бы сказать о полнометражном анимационном фильме, который готовится на киностудии «САК» и называется «Казах Еля». Очень интересный мультфильм. На сегодняшний день уже все подготовительные и съёмочные периоды закончены. Также я могу сказать, что сейчас происходит монтажный период. И мы по плану 10 декабря завершаем этот проект. И в январе месяце сможем уже показывать по центральным телеканалам. И сейчас очень большой интерес вызывает этот проект. И за рубежом сейчас идут переговоры по поводу показа этого мультфильма, полнометражного анимационного фильма на зарубежных экранах тоже. Вот в нескольких словах то, что я хотела сказать. Буду готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. Благодарю вас, Ахтута Рахметалаевна. Ну, непосредственно сейчас мы можем перейти к вопросу. Пожалуйста, уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы нашим гостям по теме пресс-конференции. Пожалуйста, первый вопрос. Казахстанская правда. Светка с Правда Кизет. У меня такой вопрос. Есть ли у вас планы по сотрудничеству с зарубежными кинорежиссёрами? И кто, по вашему мнению, из казахстанских режиссёров у нас достиг высокой планки, равной зарубежных? Спасибо. Мне кажется, что этот вопрос интересный ответит Талхат Тименов, знаменитый кинорежиссёр. Добрый день, дорогие друзья. Значит, у нас есть опыт, который мы, как всегда, сотрудничаем с зарубежными режиссёрами. Вы, если вы посмотрите внимательно историю казахстанского кино, наша первая картина «Амангельда» и «Ботогос», «Девушка Джигит», они все были… Было Левин, был Ефимарон, также было у нас… Сергей Бодров. Это была история, действительно такая есть практика. Это не только на казахстане, это и везде есть такая практика. Когда есть талантливый режиссёр, и Сергей Бодров, который тоже к нам с нами сотрудничает, почему не приглашать талантливых людей? Что касается наших режиссёров, я думаю, сегодня появилось новое поколение талантливых режиссёров. Творческая сила, есть потенциал, есть одарённые ребята, надеюсь, что они и будут, потому что много талантливых людей. Есть факультеты кинорежиссёров, где заканчивают молодые ребята, думаю, это будет продолжаться всегда. Мне хотелось бы добавить, что Министерством культуры и спорта очень большое внимание и поддержки казахстанских кинематографистов. Молодых кинематографистов у нас есть целый раздел, и выделяются средства для съёмок дебютных фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Михайловичам Добро Героев нашей культуры, который жил в XX веке. Этот кинопроект снимается сейчас совместно с киностудией Moffy, российской кинофильмовой. Кинопроект 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 Спасибо за просмотр! 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 В следующем году планируется снять фильмов, сколько средств планируется на них потратить из бюджета. И такой вопрос, будут ли вообще деньги, потому что, насколько мы знаем, в новом бюджете будут только социальные обязательства и ни на что другое денег выделяться не будет. Вот как будете выходить в таком случае, вот как будете выходить в таком случае ситуации? И хотелось бы их закончить. Новые проекты, которые будут продолжить новые проекты, которые нам необходимы для реализации тех целей, которые поставлены перед нами программными документами. Я хотела бы сказать, что сейчас большая работа проводятся в министерстве по привлечению средств, то есть государственно-частного партнерства, вы знаете. Нам интересны проекты, в которых будут участвовать и другие страны, то есть при различных условиях участие. И, конечно, нам интересны, когда участвуют народные деньги. Вы знаете, что Хазах Еле проект, например, он снимается за государственные деньги. И сейчас большой, поскольку, вот был предыдущий вопрос, что очень большой интерес со стороны общества к этому проекту, было такое со стороны общества, опять же, предложение поучаствовать и финансово в этом проекте. Конечно, почему нет, если есть такое стремление со стороны общества, поэтому и вот в этом проекте также есть, пожалуйста, есть счет, в котором могут участвовать каждый гражданин нашей республики. Поэтому я думаю, что основную задачу, как производство национальных фильмов, выполнение государственного заказа мы будем выполнять, но объем задачи будем выполнять, объем финансирования будет видно, поскольку республиканский бюджет еще не утвержден. Я отвечу. Дело в том, что в этом году у нас «Дорога к матери» Ахана Сатаева, моя картина «Маленький принц большого города». И третья картина… Да, несколько проектов, которые являются социально значимыми. Они заканчиваются у нас в марте-апреле, есть очередность картин. Думаю, что в марте-апреле мы выпускаем эту картину. В годы войны тоже снимались картины, поэтому, тем более, Казахстан построен с другими нашими соседями республики. Это мощная страна, мощное государство. Не будет такой, как сказать, пессимистического настроения. Наоборот, будем снимать кино. Я вынужден вспомнить слова Димаша Кунаева. Он говорит, какие у вас проблемы? Он тогда говорил одну-ка. У меня передо мной две проблемы. Это «Кайрат» и «Казахфильм». Действительно, эта проблема будет всегда оставаться на повестке дня. Спасибо. Например, ол белғы жылы, тоқтарауба керев туралы, біздің герелт белгер туралы, өзіміздің тарихымыз туралы, жалпы айтқанда Қазақстанның тарихы, мемлекеттілігіміздің құрлыуы, және сонмен қатар Қазақстанға бүгінгі заманда, заманови тарихымызға еңбектерін сімірген тұлғалар туралы, фильмдерді, директі фильмдерді бейлдап сүріп жатырмыз. Аманшылық болып еңдігі жылдылдарда жоспарланып отырмыз. Ал енді бағана айтқандай республикалық бюджеттің шешіміне қарай, өзіміздің жобаларымызды қарастырып, осы айтқандай ұлттық жобаларды, директі фильмдерді жалғастырамыз, түсіруді жалғастырамыз. Камрахмедсізге, уважаемые коллеги, есть ли желающие задать вопросы? Если вопросов больше нет,